Итак, я Медведев Евгений, компания T-Zone. Продолжаю наш рассказ про автомагнитолы серии RedPower Duo двухпроцессорные. Итак, самая вкусная, это наш Android. Вот опционально продается такая коробочка, которая подключается через спецкабель. Приобретая ее, вы получаете полноценный планшет. Не какую-то там урезку, надо прошивать, мучиться, корячиться, проблем нет. Здесь вы приобретаете планшет полноценный, ну только без экрана. Данную коробочку можно также отнести домой, подключить к компьютеру, накачать нужных полезностей себе, подключить к телевизору через Wi-Fi и HDMI кабель и пользоваться ресурсами интернета для просмотра видео. Допустим, подключаете данную коробку к телевизору через HDMI кабель, запускаете ВКонтакте и смотрите все фильмы на вашем экране в хорошем, шикарном качестве. Это один из примеров. Итак, ну чтобы не юзать флешки, мы опять подключим жесткий диск 500 гигов к системе. Собственно, давайте, поехали. Здесь система Android 4.0 с возможностью обновления до 5-го, когда он потом выйдет, не знаю. Процессор 1.6 ГГц, Cortex-A9, масса всяких ускорителей, куча памяти, детали вы можете прочесть на нашем сайте. Сейчас речь не об этом. Я хочу показать, как работает все это дело. Ну, во-первых, имкосной экран, да, видите, я ввожу подушечкой пальцев. Заходим в настройки. Наш аппарат сейчас подключился к офисной сетке по Wi-Fi. Так, 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 с чего начнем? СПБ ТВ. Первый канал. Кабинет министров в отставку, то они вернутся к тому, с чего начинали. Их будут требовать, но уже от переходного правительства национализации. Как вы видите, да, в хорошем качестве по интернету к нам летит телевизор. Вести из Софии. Из Софии Вести, ОРТ с программой передач и так далее. Ну, каналов там масса. Можно скачать какие-то либо другие ТВ-проигрыватели, если вам это нужно. А я показал, что полноценная поддержка флешевых приложений. Так, давайте теперь по соцсетям пройдемся. Сейчас мы на страничке ВКонтакте моей. Хочу показать следующее видео. Пожалуйста. Флеш поддерживается и ВКонтакте. Ну, соответственно, также вы можете через поиск задать там видео. Не знаю, как хотите и посмотреть. А также работает список любимых моей песен. Ну, собственно, кто сидит ВКонтакте и оценит данную функцию. Ну, собственно, они про нее уже знают. А, видите, и значки мелкие, но, тем не менее, в экран достаточно четко реагирует на то, что мне нужно. По альбомам, да, я в ШД режим зашел, папку и так далее. ВКонтакте работает. Что это показывает? Флеш полноценно поддерживает. Это очень важная функция для Android, как я считаю. Ну, самое главное, в Android осуществляется также навигация. Вот улица Салова, дом 53. Вот я вам демонстрирую им косной экран. Видите? Все быстро, четко, удобно. Летает, пользуетесь. Поддерживает на VTL, CityGate, ну, и любые другие программы на Android. Выходим с Яндекса. Так, что еще из нужного? Ну, Play Market, да. Вот я под своим аккаунтом захожу. Ищите необходимый вам софт. Не знаю. Сейчас переключимся на русский. Можно писать русскими буквами то, что вам нужно. Вот Яндекс.Приложение, да, Яндекс.Почту, допустим, можно скачать. Давайте его поставлю, он мне в дальнейшем пригодится. Так как данный аппарат я буду ставить себе на автомобиль. Чтобы в дальнейшем снимать ролики об особенностях пользования. И выкладывать новые прошивки для вас, уважаемые пользователи. Так, Total Commander. Запускаем. Смотрим, что у нас тут по системе. Сейчас жесткий диск нас отдастся. Видите, да? Нет, не видно пока. С левой стороны. Поднимусь в корень. Да, с левой быстрее будет. Вот жесткий диск нашего инженера. Музыка, мультики, прошивки разные. То есть жесткий диск 500 гигабайт. Подхватывается без проблем. Но аудио-видео плеер, соответственно, все прекрасно работает. Так, тут надо что-то обновить. Продолжим. Какие-то бибики катаются. Громкость, яркость. Все как на планшете. Перемотка. Делается это подушечкой пальцев. Да, резонный вопрос возникнет. А что делать в машине, если нет у меня Wi-Fi? Варианта два. Либо подключать к данному блоку модем и прятать его в бардачок. Либо второй вариант, который подходит больше мне. Я на своем смартфоне включил функцию работать как точка доступа. И раздаю своей безлимиткой интернет по автомобилю. Собственно, данная коробка подключается по вафле к моему телефону. И я спокойно юзаю интернет через мой телефон. Модем не нужен. Skype, соответственно, также работает. Планируется в дальнейшем написание специализированной программы для видеорегистратора. То есть, что мы предложим нашим покупателям. Подключение камеры к данному блоку. И автоматический старт записи при включении автомобиля и данного аппарата. Так, вот почта у меня уже скачалась. Игрушки. Ну, какие хотите закачивайте. Это ваше право. Детки очень любят. И не только детки. Эгребец. Все достаточно шустро работает. Видите, да? Как проверить, быстро ли работает планшет? Современный ангребет. Запустите где побольше устройки и посмотрите, будет он тормозить или нет. В дальнейшем мы планируем написание специального плеера, который будет играть музыку по папкам в системе Android и управляться кнопок на руле. Вот, собственно, и все. С вами был я, Медведев Евгений. Заходите в наш сайт winco.ru, redpower.su и читайте более подробные обзоры в статьях. Это была автомагнитола 2.1, подходящая под автомобили Nissan и другие модели через переходную рамку. Также уже в ближайшее время будет доступна автомагнитола на Volkswagen с разрешением 124х600, диагональю 8 дюймов и Ford Focus 2012 года, Ford Focus 3.